Космический юбилей Мы сейчас накапливаем потенциал к следующему, наверное, качественному скачку и может быть действительно на какую-то планету. Все развивается. Я думаю, что наш путь неумолимо и однозначен в космос. Эта встреча состоялась в рамках профильной образовательной программы «Он сказал – поехали». Ребята познакомили именитого гостя с гордостью Артека, первым в мире музеем космоса, созданным по инициативе Юрия Гагарина. Школьникам было что показать, например, скафандр первого космонавта. Было что рассказать и, конечно, о чем спросить. Космическая жизнь овеяна ореолом романтики, но за ней стоит тяжелый небезопасный труд, каждодневные тренировки на Земле. Ребята интересовались, как Владимир Георгиевич готовился к первому полету, испытывал ли он страх, в каком скафандре комфортнее советского или американского образца. И, наконец, как скоро переступает рубеж космонавт-первоклассник, космонавт высшего класса. Эта встреча для меня была каким-то уроком, когда космонавт стал говорить о трех чертах космонавта, каким он должен быть. Это знания, честность и, конечно же, умения. Я думаю, что в будущем буду развивать себе эти умения и, в конце концов, попробую себе воплотить их. Встреча продолжилась в самом гагаринском лагере Артека – Хрустальном. Здесь участники профильной смены, будущие инженеры, конструкторы и космонавты приняли Владимира Титова в ряды почетных артековцев. Красный галстук космонавту повязали перед бустом гагарина. В завершении встречи ребята возложили цветы и сделали фотографии на память. Конечно, для артековцев в этот день состоялся важный космический урок. Благодаря таким встречам ребята понимают – болеть космосом – это здорово. Люди, которые после таких смен поймут значимость из космических исследований, может быть, их трудность, но, однако же, неизбежность, и придут в эту область, то это будут настоящие те люди, которым вы позволили здесь, в Артеке, найти себя. Я собираюсь посвятить себя научной деятельности именно в сфере космонавтики. Артековские космические уроки учат меня мечтать и двигаться к своим целям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова